Ну что ж, это очередной сетевой бой, и решил я его назвать квинтэссенция тенденцией составов армии в мультиплеере Тотово. Название достаточно мудреное, но суть простая. Все скатилось к спаму тяжелой пехоты. Ну а почему это случилось, сейчас я вам объясню. Но колесницы ослабили, теперь они убиваются и стрелками, и тяжелой пехотой, и пиками, и кавалерией, кому такой отряд нужен. Причем тяжелой пехотой, они убиваются в лоб. Слоны постоянно паникуют при обстреле. Выбить в лоб, стреляя, практически невозможно те же самые тяжелых пехотинцев. Так что, этой самой тяжелой пехотой развелось просто огромное количество. Ну, кое-как их можно пробивать слонами, но слоны... Слоны очень и очень стали чувствительны к обстрелу, постоянно находятся в состоянии бешенства. И тут еще одна такая проблема. Для слонов хорошая норма фрагов это 250-300. А они их не всегда набивают, то есть отряд не всегда окупается. Они зачастую просто не могут добежать до противника и нанести мощный удар. Так что, тяжелая пехота заполонила все составы мультиплеера. Варвары, Рим, они просто благоденствуют, карают всех. Ну, что-то очень и очень долго грузится противник, как бы здесь... А, наконец-то. Я уже ожидал, что будет вылет. Главное теперь, чтобы не было... Лагов. А они есть... Что-то совсем плохо у чувака с интернетом. Ощутимы притормаживания. Ну, вот эта армия, которую я собрал, она как-то пытается противостоять всему этому засилию тяжелой пехоты. Потому что даже та самая армия с парфянами, которую я считал весьма-весьма неплохой против подобных составов, у нее просто стрелы кончаются раньше, чем кончается вражеская пехота. Что-то на пиках пробовать собрать. Пики очень тяжело контролировать в наступлении. И если у противника минимум стрелков будет, а они все еще остаются, как правило, в сражениях, то все очень и очень плохо. Так что пока пробуем вот так. Фалангу я поставил. Впреки моему обыкновению ставить в генерала пике сейчас генерал-картлейские топорники. Это все для того, чтобы освободить деньги для двух слонов. Это самый дешевый отряд котлейские топорники, который только доступен за генерала. И соотношение сил, как ни странно, в нашу пользу. То есть противник собрал что-то не очень хорошее, либо очень странное. Одна из моих любимых карт, кстати, сильно пересеченная. Здесь можно неплохо играть от возвышенности, совершать фланговые обходы скрытно. Что я, в принципе, и начну сейчас сделать. Ай, давай, 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 кавалерия. Но не хочет кавалерия, пусть это будет слоник. Ай-яй-яй-яй-яй. Артиллерист. Ледианеры, линия с ледианеров, ледианеров-ветеранов. Можно сказать, моя любимая. Ну что ж. Это значит у нас будут очень широкие фланги, очень... ага тоже два слона становится интересно по крайней мере мой противник сыграл нестандартно за это его уже можно уважать а то а то весь этот спам пехотинцев тяжелых меня просто уже раздражает на самом деле он примитивен да нельзя так вы ребята сюда но вообще то что противник взял осадные машины гигантские баллисты это доказывает что противник достаточно слабый игрок потому как игрок сильный эти орудия не брал по потому как толка от них на самом деле немного 11 человек пока что не набили ну что ж местность конечно отвратно но как-то будем делать асимметрию на вот этот фланг как-то попытаемся вот так продавить всеми силами но у нас отряды растянулись немножко надо подождать подкрепление но благо благо противник фигню какую-то творит это реально какой-то новичок некоторые да вот здесь я зевнул отряд почему на него не набросился это действительно начинающий крок здесь ничего сложного быть не должно в принципе достаточно легкое сражение должно быть сейчас я просто расстреляю их замкну кольцо вокруг нет лучше зелененького вокруг нет лучше синенькую этой армии синенькая круч по генералу стрелять сколько влезет слоники даже а нет ну хоть отступает слониками но в принципе он привязан к своим осадным орудием не может он их бросить как-то связывают они его удерживают на одном месте этим можно воспользоваться напряженная битва к сожалению видимо не получится но на самом деле это за последние два дня наверное первое легкое сражение в котором я участвую даже немножко и расслабился в данный момент сколько набили по листа 2 и 24 слабо 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 я даже на них внимание не обращаю конец автолу может сделать все что угодно пике пошли но он даже не перестраивается а вот то что творит тяжелая пехота с пикинерами это называется типа анси этот типа сдерживающий отряд но он слоны уже в панике наши ряды дробь меня сейчас разобьет вот этот вот этот рядик просто за счет ты сюда-то сюда я уже говорил на конец и минимум внимания наши бегут с поля боя какой позор вот слонами надо бы заняться тут реально у нас на расслабо не играю ну то что нельзя на копье прыгать она знает так что не все безнадежно еще пара боев он поймет что не стоит использовать ну на слоников так на слоников давайте уж вырубим баллиста раз есть такая возможность да 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 фалангу раскатали фаланга никуда не годится просто надо что-то с память играть жестко от обороны наши спали в боевой раз но всем она прижимается до слоники в боевом даша кого-то там карают да оба отряда здесь фланг рухнул наши бегут с поля боя какой позор как ни странно пикини а нет то что пикинеров разобрали это как раз не странно это еще одна печальная тенденция наши бегут с поля боя какой позор так немножко копий в эту кучу стоит добавить вот тораксы стабильно стоят стабильно радует легионеры ветераны набросились да давайте вот этот отряд закроем легионеры ветераны набросились на генерала но тут это отвлечение сил для противника а слоники пришли в себя наконец-то натиск сколько слоники набили 170 сойдет но прошлись так генерал держи сейчас слоники на второй заход пойдут и если не взбеситься все слоники пришли в себя так давайте еще разок наши остались без снаряжения да совсем расслабился так здесь союзные слоны но сейчас надо вот на этот отряд надавить и наши бегут с поля боя какой пасок принципе не так уж однозначно хотя казалось бы слишком у меня много средней пехоты с которыми легионеры справляются неплохо пиками а шашка резьбе сложилась наш военачальник погиб пиками атака не получилось и здесь на он копья страдает до легионеры вот эти следы пехотного спама даже слабого игрока неплохо получается поля боя какой пасок вырезать только за счет мощи отрядов давай слоник давай вот все для тебя приготовлено хорошо хорошо слоник прошел просто это меня радует уже 290 молодец хорошо слоники отработали просто прекрасно позволил противник слонам воевать серьезные атаки на них не было все первого победы завершаем как ни странно довольно большие потери для сражения у него тоже слоны в принципе прошлись знатно видимо топорников как раз пришлись удары их ну вот сколько здесь 360 где-то набито и у моего противника 300 но он бил по легким отрядам и я бил по тяжелым потому что у него только тяжелая пехота все-таки против тяжелой пехоты слоны кое-как тащит но вот у этого пехотного спама который сейчас господствует там и легкие пехотинцы есть короче слонов просто забрасывают металлосинами копьями а если есть лучники то их сразу огненным стрелом пугают скоро пожалуй я попробую найти хорошего игрока который играет через пехотный спам и в принципе найти его будет несложно а пока что на этом все в этом сражении не получилось его найти получилась вот такая странная битва никогда не берите артиллерию такую на этом все спасибо что досмотрели до конца в этом сражении не получилась 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 Продолжение следует...